Я обещал озвучить свою версию, за что хотели убрать Сергея Скрипаля, ведь самое расхожее мнение сейчас, что, дескать, не за что было убирать бывшего агента, давным-давно прощенного, живущего много лет в Великобритании, все про него уже позабыли, и Россия, уж точно Россию убивать его не надо было, а скорее всего врагам, для того, чтобы подставить в очередной раз Россию. Но это не так. Была очень существенная причина для убийства Сергея Скрипаля. Тем более, здесь, на Западе, об этом в последнее время только и говорят. 5 января 2017 года появилось знаменитое досье Стила, которое произвело эффект взорвавшейся бомбы. Если вы помните, это досье Кристофера Стила, где он заявил о том, что у ФСБ есть досье на Трампа. Через 12 дней президента Путина открыто спросили об этом досье Стила. И вот вспомним, что он ответил, с каким раздражением. И еще, вот вы ни разу не комментировали доклад о том, что якобы на Трампа собирали мы или в России компромат, в том числе во время его посещения Москвы. Чуть ли у нас есть материалы, как он с проститутками в московском отеле развлекался. Это правда? Вот вы видели эти файлы, видеоролики? Вы знаете, что хочу сказать? Проституция – это серьезное такое безобразное социальное явление. Ведь молодые женщины занимаются этим в том числе и в связи с тем, что им… Ну, они по-другому не могут обеспечить себя достойным образом. Это в значительной степени на общество и государство. А вот люди, которые заказывают фальшивки подобного рода, которые сейчас распространяются против избранного президента США, фабрикуют их и используют в политической борьбе, они хуже, чем проститутки. У них нет никаких вообще моральных ограничений. Кстати говоря, Россия постоянно имеет дело с такими людьми. Но с нашими оппонентами. И так, как мы видим, президент знает, о каком досье речь. Если кто-то не в курсе, то именно после вот этого самого досье началось серьезное расследование против Трампа, приведшее сейчас фактически к импичменту. Но что это за такое таинственное досье? Дело все в том, что в написании этого досье участвовал некий, это сейчас цитата, высокопоставленный бывший офицер российской разведки. И, как стало известно сейчас, имя этого офицера – Сергей Скрипаль. Тезисом о компромате ФСБ на Трампа в досье Стилла приводилась ссылка, где этот самый высокопоставленный офицер российской разведки связался со своим бывшим коллегой Кристофом Стиллом. Тот в свое время очень долго курировал Скрипаля, который был, как говорится, кротом в ГРУ, то есть он уже был перевербован. В 2009 году Стилл ушел со службы, создал фирму частной разведки «Орбис». Она работала по частным заказам государственных клиентов, в основном по русской тематике, так как Кристофер Стилл считается одним из самых больших специалистов по России. В основном это были темы мафия, коррупция, деньги Путина, олигархов и прочее. Свою фирму Стилл привлек консультантами бывших сослуживцев по Ми-6. Например, Пабло Миллера, человека, который завербовал Скрипаля в 90-х годах, когда еще тот был военным в посольстве РФ в Испании. Пабло Миллер живет, кстати, тоже в Солсбери. Когда Скрипаля обменяли в 2010 году, никого, собственно говоря, не удивило, что он поселился по соседству со своим бывшим вербовщиком Пабло Миллером. Он не просто поселился в Солсбери и продолжал с ним дружественные отношения, он еще и зарабатывал на жизнь в этой самой частной фирме разведки «Орбис». Никаким пенсионером он не был, а до сих пор активным шпионом. Работающим теперь на американскую сторону, его непосредственным начальником продолжал быть Пабло Миллер, а начальником Пабло Миллера – Кристофер Стилл. Итак, прямая связь между досье Стиллом, которым собирал много лет, и Скрипалем доказана. Скрипаль, кстати, как вы видите на этом листе, утверждает о том, что Трампа готовили в течение пяти лет, что окружение Трампа получало информацию из Кремля на своих политических оппонентов. И также Скрипаль утверждал, что у ФСБ есть очень серьезный компромат на Трампа. Американский аналитик Грегор Копли, специалист по международным делам, работающий на ЦРУ, в марте 2018 года, но ссылкой на своих общих со Скрипалем знакомых, утверждал, что Скрипаль был фрилансером у Стилла. Кристофер Стилл – ветеран М6, выпускник Кембриджа, владеет русским языком, один из главных в мире специалистов по российскоорганизованной преступности и российским спецслужбам, что по утверждению Кристофера Стилла в России одно и то же. То есть это человек, который утверждает, что мафия, преступные группировки и спецслужбы в России курируются из одного места. Между ними нет ни малейшей разницы. Офис этого разведывательного управления Орбис находится в центре Лондона, в двух шагах от Королевского дворца. Здесь, на пятом этаже, засели люди, не имеющие никаких моральных ограничений, как описал их Владимир Путин, или еще хуже, назвал их проститутками. И все потому, что они, в отличие от несчастных Петрова и Баширова, очень хорошо работают. С весны 2017 года в Соединенных Штатах идет серьезное расследование. Как мы знаем из последних новостей, Пол Манафорт, находящийся под судом, начал говорить и дает умопомрачительные показания. Собственно говоря, здесь, в западной части, это сейчас, пожалуй, самая главная новость. Результаты этого расследования на сегодняшний момент следующие. Кроме того, что Манафорт дает очень серьезные показания, предъявлены обвинения 12 офицерам ГРУ в кибератаках на противника Трампа. Предъявлены обвинения организаторам пропагандистской кампании в пользу Трампа. Эту кампанию ввел англоязычный отдел фабрики троллей господина Пригожина. Был сделан первый удар по Дерибаске. Как известно, все эти контакты у Трампа с Россией происходили якобы при содействии Дерибаске. И именно через него Трамп получал десятки миллионов долларов. Под судом находится Майкл Коэн, личный юрист и решающик Трампа в течение многих лет. То есть это человек, которому Трамп очень доверял. Коэн – связной Трампа с русской мафией в Америке, который отмывал деньги через его строительные проекты. Если заговорит и Коэн, будет стопроцентный импичмент. Судя по всему, Коэн заговорит. В далекие 80-е семья Коэна держала клуб Эль Карибы в Нью-Йорке, который был штаб-квартирой бригады Евсея Агрона, вора в законе Евсения Ленинградского. Приятелем Евсея был Фима Шустерман. Это был его самый близкий друг. И вот удивительно, Майкл Коэн женат на дочери Фимы Шустермана. Девушку зовут Лора Шустерман. Именно Фима, бывший русский мафиозник, устроил Коэна на работу к очень знаменитому и известному бизнесмену, через которого они прокачивали бабки из России. Это и был Дональд Трамп. И таких связей с мафией из бывшего СССР вплоть до сегодняшних у Дональда пруд пруди. На этой фотографии Дональд Трамп и Феликс Саттер, бывший Феликс Шиферовский. Его папаша Миша Шиферовский – нью-йоркские бандиты братва авторитета Могилевича, он же Сева, бандит мирового уровня, один из основателей Солнцевской АПГ в Москве. Итак, как вы видите, Дональд Трамп не гнушается общаться с мафией из России. Вот это фотография 2007 года, очень интересная. На фотографии мы видим Иванку, Дональда-младшего и Эрика Трампа, а в середине стоит Михаил Бабель. Михаил Бабель – это соратник Шабтая Калмановича, ныне убитого мафиозного авторитета, или просто, как его раньше называли, держатель солнцевских денег. Ну а факты о том, что солнцевские ОПГ, Михеевские, Могилевические и прочие ведут свою корневую систему непосредственно вот к этому человеку, известно давно. Только до сих пор это еще не стало предметом обсуждения мирового сообщества. Но мы надеемся, что это рано или поздно произойдет. Только подозреваю я, его дружки не дадут этому случиться. Скорее всего, Владимир Путин не умрет своей смертью. Знаете ли, у новичка руки длинные. Надеюсь, я смог вам объяснить, какая связь между Скрипалем и досье Стива, и почему Скрипаля нужно было во что бы то ни стало убить. Он действительно этого достоин в глазах Владимира Путина. Потому что то, что он сделал, урон, который нанесло это самое досье, очень трудно описать словами. Это прежде всего и полетевшие головы, и репутация Трампа, а также история не только с санкциями, но и, наконец-то, зашевелившаяся история о сворованном триллионе долларов, находящемся, по всей видимости, в США, и которые в ближайшее время Владимир Путин и его окружение тоже потеряют. Только представьте себе, какой смерти в глазах Владимира Путина достоин был этот бывший, неоднократно завербованный различными странами человек. Так что причин убрать Скрипаля больше, чем достаточно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!